все завершаем эту тему переходим к новой у нас уже в студии гости честно говоря вот так сходу трудно до перейти к этой теме не знаю с грешной земли уносимся в небеса в космос видимо да у нас в студии у нас в студии сейчас находятся ну я так по простому пока представлю это представители сообщества любительская астрономия в кирове я думаю что это одно из самых популярных сообществ вконтакте почти один из тысяч подписчиков я хочу вот сейчас в первую очередь ребят поблагодарить потому что порой листаешь ленту там разбитые дороги и поваленные деревья пропавшие коты собаки и так далее и тут фотка звездного неба и ты так залипаешь и так приятно да отвлечься на все это посмотреть в общем сейчас о вашей работе будем говорить и так алексей сыкчин основатель сообщества любительской астрономии в кирове алексей добрый день здравствуйте анастасия бажина астроном любитель отвечает за связи с общественностью анастасия добрый день и дмитрий касьянов астроном любитель коллекционер пленочной фототехники фотограф занимается бумажной космонавтикой чтобы это не значило потом расскажите добрый день сейчас будем общаться но конкретный повод для нашей сегодняшней встречи мы так неожиданно узнали и этой информации по моему нигде с в сми не было еще делите микро до что вы проявили инициативу которая заключается в том чтобы основам астрономии обучать детей я правильно формулирую да вы играли грант и скоро приступите к этой работе но об этом чуть позже все-таки для начала хотелось бы с вами лично познакомиться поподробнее вот я смотрю на вас вы люди явно младше нас с дашей мы родились еще в советском союзе а вы уже после да собственно распада ссср мы тут вспоминали какое увлечение космосом было до советское время каждый второй стал мечтать космонавтом у вас то откуда такая привязанность к космосу это все пошло это это алексей сэкчин да да это пошло с детства на самом деле вообще увлечение астрономии еще с дошкольного возраста началось и что на что послужило отправной точкой не знаю много времени было летом у бабушки смотреть на звездное небо отправной точкой послужило вероятнее всего то что мне родители подарили книги по странам у вас у меня папа тоже немного увлекался этой наукой и скорее всего так и заинтересовался а потом уже будучи школьником примерно в седьмом классе заинтересовался наблюдательной астрономии будет стало интересно не просто читать книги там смотреть научно-популярные фильмы самому найти те или иные созвездия на небе там понаблюдать луну найти планеты и так далее а с каких первых то самых вопросов начинали почему земля вертится почему день сменяет ночь почему времена года сменяют друг друга нет обычно немножко не то уже это все для вас было известно нет это уже было так сказать позже то есть в начале был интерес вообще просто к строению там земли и солнечной системы как вселенная устроена потому что в книгах эти вопросы очень широко освещались а вот уже затем когда начался интерес к наблюдательной астрономии тогда уже как раз более глубоко разбирал вот как нам солнце в те или иные времена года где она располагается где там луна где планеты в какие времена года те или иные созвездия видны вообще что на небе то можем увидеть то есть не с книжки а именно вот живую глаза наблюдательная астрономия но это из естественно прибор до телескоп и так спокойно стоишь до смотрим звездное небо и фиксируешь до увиденное да как это происходит на самом деле астрономия это не только наблюдение в телескопу это еще и астрофотографии то есть наблюдать мы можем просто невооруженным глазом некоторое явление там например созвездие мы можем смотреть невооруженным глазом там серебристые облака вот ну такие достаточно редкие явления затмение тоже видно невооруженным глазом но это в специальный телескопах видно и при полных солнечных затмениях но это очень редкое явление ну а чтобы наблюдать уже луну кратеры на ней там галактики туманности это конечно же бинокль телескоп ну и также все эти объекты мы можем фотографировать мы можем делать просто пейзажные снимки там звездное небо и на фоне домов деревьев можем луну через телескоп фотографировать можем галактики туманности и сложности и техническая и вообще в целом получение снимков она возрастает в ряду от обычные фотографии с фотоаппарата на штатив потом луны планеты телескопы галактик туманности сделать качественный снимок это достаточно такая трудоемкая да наверное задача от многих факторов там зависит я думаю дмитрий наверное может много рассказать о том да у нас работать с фотографией у нас реклама сейчас будет до небольшая буквально полтора минуты после чего еще 20 у нас минут с лишним будет на то чтобы поговорить с нашими гостями напомню что у нас представители любительской астрономии в кирове сейчас в гостях продолжим через полторы минуты продолжаем наш разговор о звездах любительской астрономии алексей сколько вы уже существуете напомните пожалуйста сообщество было создано 8 октября 2013 года ровно в этом году 10 лет а почему именно этот год почему именно эта дата думаешь нам какое-то астрономическое явление происходило но не знаю предыдущий 12 год обошелся без катаклизма который нам предсказывали мая да почему 13 но так сложились обстоятельства дело в том что когда начал уже активно увлекаться астрономии уже нам и в старших классах я стал искать и вообще есть ли у нас еще то там те кто увлекаются этой сферой потому что хотелось общаться с единомышленниками но тогда оказалось что никого у нас не нашлось у нас вот ну там учитель по физике например очень хорошо знал астрономию мы часто с ним на эти темы но физик это ключевая фигура на соглашусь в этих вопросах здесь зачастую и также уже в старших классах у меня был телескоп и летом я часто бывал в саду и мы там с друзьями и встречались и я обычно телескоп то всегда с собой брал потому что там земно засветки нет фонарей нет и часто приглашал и там и соседей просто на луну посмотреть и с друзьями мы собирались и то есть вот так как сосед пойдем посмотрим на луну а там например соседи встретились я такой говорю вот там сегодня например хочу луну посмотреть можете приходить всей семьей вам покажу кратер и нам ну то есть так вот родилась сказать вот идея именно доносить до всех красоту космоса то есть показывать телескоп те или иные объекты сообщество было создано в этом году но потому что так сказать уже обстоятельства так сложились что как-то единомышленники стали появляться и там уже и мероприятия даже удалось провести лекционное и вот думаю почему бы тогда не создать уже именно группу сообщества и проводить и мероприятия такие на регулярной основе объединить единомышленных но вы действительно до последнее время занимаетесь или таким очень мощным общением личным до общением друг с другом это не не только жизнь там в интернете в сообществе на базе библиотеки имени герцена да вы в том да встречаетесь с единомышленниками вас причем регулярно эти встречи проходят у нас тематика собой разнообразная да у вас там обсуждая что обсуждается мы обычно внутри сообщества решаем какая тема нам интересна и эту тему кто-то из нас готовит доклад там лекцию мы собираемся там эту лекцию слушаем затем обсуждаем материал в ребят все знакомы были или уже в процессе я не знаю там к алексею да присоединились дмитрий дмитрий касьянов да мы познакомились как раз на таких выездах и сборах то есть пришли посмотреть заинтересовало и так и втянулись вот давайте сейчас про выезды и про сборы поподробнее поговорим это одна из основных частей вашей работы да то есть коллективно вы куда-то выбираетесь и дожидаетесь когда наступит ночь так правильно да да причем безоблачная на это обязательно нужно чтобы не облаков не осадков не было для того чтобы наблюдать за звездным небом как это обычно бывает вы клич у себя в сообществе там кидаете что ребята состоится вы с туда то если хотите присоединяйтесь да это так и происходит то есть например какое-то либо интересное событие на небе ожидается там метеорный поток либо то вот перси еда у нас до скоро да это будет самый большой выезд в том году у нас вообще там больше 300 человек приехал улических но одно и обычно до публикуем в группе информацию что такого-то числа мы поедем при условии ясной погоды наблюдать за звездным небом там за луной за планетами и вот какое-то явление если хотите присоединяйтесь там сбор там-то там-то и вот приедем будем наблюдать там обычную экскурсию по небу рассказываю созвездиях там мифы легенды и смотрим в телескоп своей болью хочется поделиться как работника сми периодически у нас новости разные порталы выпускают что сегодня и кировчане смогут наблюдать но там предположим ну какое-то небесное явление да а при этом на улице дождь идет и посмотрим кировчане смогут конечно наблюдать если поднимутся выше облаков да ну надо же думать когда вы пишете такие новости напишите хотя бы при условии ясной погоды да да к сожалению у нас конечно регион в этом плане ну ну не самые не самые лучшие да не очень подходящий под астрономические наблюдения у нас мало ясного неба зимой осенью так его вообще почти не бывает то есть как там ноябрь декабрь январь все наглухо небо затягивает ничего кроме облаков нужно ехать на север ну в школе на юг наоборот ну или на юг да ну я на севере родилась поэтому за юг не могу ничего сказать а на севере очень хорошо да зимой все видно и небо низко но правда потом приходится привыкать потому что те созвездия которые ты искал в одном месте они потом оказываются немножко в другом делаю привычки вот еще если об особенностях кировской области говорить да в плане наблюдения за звездным небом мы не все далеко можем увидеть на здесь в нашей точке нет конечно же потому что то что видно зависит от широты местности вот у нас к примеру 58 северная широта то есть у нас южные созвездия некоторые никогда не восходит постоянно за горизонтом вот чтобы их увидеть это нужно куда-то ближе к экватору ехать то есть на экваторе в теории можно увидеть все созвездия может быть планируются такие вы по поездке но я понимаю что тут финансовый вопрос состоит в первую очередь может быть общаетесь с коллегами из других регионов из других стран конечно да такое международное взаимодействие у вас мечты то такие есть например в это же чили съездить там в пустыню такама потому что там самые лучшие условия но конечно нас к сожалению пока там никаких контактов нет а так вот например на кавказе удавалось бывать в обсерватории быта сауран большой телескоп из мута не самый крупный телескоп то есть если говорить о нашей стране то самые лучшие условия это вот как раз где-то в районе кавказских гор потому что там где-то в районе архиза там дарх из как раз там и небо достаточно ясно и звезды выше поднимаются то есть там южнее больше видно и ночи темные у нас вот к примеру летом вот сейчас еще белая ночь продолжаются и еще дать-то хочется до 26 июля будет это у нас белая ночь но в июне у нас обычно эта история начинается до или в конце мая уже в мае начинается в июне самый максимум и в конце июля заканчиваются анастасия смотрите вот вы отвечаете за связи с общественностью то что подразумевает ваша работа ну то есть вы бы связываетесь с людьми которые хотят там как-то к вам присоединиться всем добрый день и связи с общественностью это моя роль именно непосредственно в самом проекте который мы будем реализовывать уже с августа осени а если говорить про мою роль конкретно в сообществе то на самом деле я присоединилась к нему относительно недавно год назад также вот увидела пост приехала на выезд посетила и мне очень понравилось решила присоединиться и в принципе теперь помогаю с организацией мероприятий то есть и выездных наблюдательных и лекционных также у нас недавно было мероприятие в царе посвященное 12 апреля там также организовывали площадки дню космонавтики да и мастер-класс по бумажной космонавтики также организовывать но я предлагаю тогда перейти плавненько уже почему бумажной космонавтики или к уже реализации грант реализации гранта уже потому что время идет у нас хорошо как вообще появилась эта идея почему именно вот этот образовательный компонент вы можете ведь дополнять друг друга да если кто-то что-то подзабыл другой обязательно напомнит идея появилась в том что хочется улучшать географию проекта то есть увеличивать географию не только в пределах там кирова но и в пределах области и хочется дать эту возможность первую очередь именно учащимся потому что во многих школах астрономии как предмета нет ее вводили у нас но она час как самостоятельный компонент региональный компонент есть нет она сейчас как правило преподается как курс по физике то есть один семестр в разделе именно предметы физики а самостоятельно предмет астрономия преподается наверное достаточно в небольшом количестве образовательных организаций к сожалению специализированных в первую очередь где на физику там делается упор да ну вот сейчас это так но вот еще совсем недавно это был общий образовательный предмет то есть он был в 11 классе я сам работая в техникуме в колледже как раз вел этот предмет да я помню собственно соответствующая материальная база была и телескопы были в наличии в школах всегда они находились ну хоть не слишком конечно современную же там по сравнению с сегодняшними днями но но были нами словом и макеты всевозможные но я вот кстати на астрономию не попала у меня тоже не было стране уже курса астрономии не было до 90 и получается да и у нас учили по географии она достаточно много этому внимание уделяла ну понятно не физической стороне вопроса вот я помню мы ходили смотрели на тот момент пролетала наверное хейла бопа 97 год помните что это комета вот и мы вот ходили я помню всем классом какие-то у нас вот что-то тоже было какие-то бинокли маленькие телескопы вот смотрели вот одно у меня из таких вот со школы запоминающихся астрономических приключений а потом попозже было полное затмение которое было в в рамнику вылчу по-моему если я правильно помню 99 год вот тоже его было хорошо видно все вот мы смотрели но я из своей школьной жизни но но и наверное самых ярких воспоминаний это наблюдение в телескоп за луной прям зимой в морозец в ясную погоду когда звезды блестятся вот вы школьникам что вы будете делать да конечно и то есть наша задача именно популяризировать астрономии среди школьников дать им возможность прикоснуться именно к практической стороне этого вопроса кто знает из них кто-то до сих пор думает что земля плоская такие да вот важный опросов об этом у нас же даже на высоком уровне иногда начинаются споры земля то между прочим может быть да и не круглый ну вот то есть в этом плане мы им хотим дать возможность изучать звездное небо на практике хотим популяризировать астрономию чтобы ребята заинтересовались дать им возможность а как это организационно будет выглядеть вы заранее будете принимать заявки от школ каким-то образом здравствуйте анастасия наверно вы этим вопросом скажите или уже список уже определенным в грантовым у нас уже определен список как раз таки 10 муниципальных образований кировской области мы связывались перечислить пожалуйста с этими школами и стоят за школы мы поедем в образовательные организации кирова чепецка уржума котельнича слободского так в кирс в налинск орлов мураши и в белую холуницу и в ахруш вы буквально все стороны света затрагивать видом то есть на востоке на юг области и на севера области да на самом деле просто достаточно немного количество школ может похвастаться наличием той или иной оптики как раз таки для проведения наблюдений поэтому это обязательное условие было да что именно в эти школы приедете или нет ну да мы решили делать именно региональный проект который рассчитан не на областной центр она регионы как раз таки вот с расчетом на то что они не имеют необходимой оптики для того чтобы привить интерес провести наблюдения для обучающихся то есть я прошу прощения анастасия уточню это наоборот школы где нет необходимого оборудования они сами не могут сами провести эти наблюдения звездного неба и в принципе мы проводили анкетирование среди обучающихся данных школ и именно обучающиеся наибольший интерес у них выражают именно наблюдение а вы сами с этими учебными учреждениями связывались или это через департамент образования как вообще мы связывались сами обзванивали школы говорили им что мы планируем подавать заявку на такой-то грантовый конкурс будет ли вам интересно если мы например посетим вашу школу и если школа отвечала согласием то мы высылали им анкетирование и запрашивали письма поддержки а ну да ну такая стандартная процедура да хотите хотим поддержите нас мы когда вам приедем ну кто-то не захотел нет речь идет о районных центрах именно да вот в самом главном населенном пути до района то есть в села деревни вы туда не загляните уже где еще есть учебные заведения или возможно у ребят будет возможность приезжать если там белохолуницкий район да что из ближайших может населенных пунктов подвезут тоже может быть или это вы уже этим не занимаетесь то есть как там школа решит таки были да как школа решит то есть мы пока решили взять 10 упорных школ по области и провести там но впоследствии проект ведь можно масштабировать у нас больше 440 школ по всей области то есть мы данным проектом только 10 из них охватим поэтому поле для работы еще очень большой как это будет выглядеть в означенный день вы приезжаете да да мы стоящие продолжать подсказывайте тоже мы приезжаем в школу ну то есть все мы договорились и проводим там культурно-познавательную программу по проекту то есть в эту культурно-познавательную программу войдут лекции по астрономии где ребята узнают основы вообще что это за наука что она изучает там что мы сможем наблюдать затем будут проходить опыты еще по физике по химии которые смежные с астрономии то есть например напомните что это за опытом могут быть но если брать химию то к примеру там химический вулкан то есть показать как там на таком году вот это все до бурли ну то есть это будет какой-то наглядный демонстративный опыт в тему например лекции да ну вот господа венера да вот в таком духе также будет мастер-класс по сборке моделей космических аппаратов из бумаги это видимо дмитрий будет отвечать за это но чуть позже об этом поговорим да так продолжайте ну и конечно же вот наблюдение в телескопы но это то есть вы получается приезжаете днем до днем в светлое время суток будете вот заниматься такой теоретической частью мастер-классами а когда уже стемнеет при условии при условии того что погода позволяет облаков нет уже будете ребят приглашать как с собой будете возить и соответственно оборудование до для наблюдения да конечно мы будем лично оборудование возить ну в рамках гранта мы еще планируем купить переносной планетарий маленький это на случай если допустим облачность и мы не сможем созвездие показать на небе чтобы мы могли его включить где-то в помещении познакомить ребят созвездий а ну понятно такое электронное устройство до его до в розетку подключаешь и у тебя на поверхности отображаются основные элементы до звездного не да просто на потолок проецируется ну обидно конечно будет да если там погода не позволит воочию понаблюдать за звездным небом придется эту штуковину включать ну хотя бы выход да какой то ну то есть один день одна поездка одна школа да да то есть соответственно у вас 10 поездок будет но если не знаю там местные жители подтянутся не школьники родители бабушки дедушки наверное не будете прогонять будем только рады дмитрий расскажите что вот у вас вот эти вот интересные бумажные да напомним что мы дмитрия касьянова представили еще и как увлеченного человека бумажной космонавтикой ну вот нечто бумажное мы как раз сейчас видим перед собой да на столе да я принес с собой тот то устройство которое мы будем собирать одно из то есть будет предложено несколько устройств для сборки они видимо таких не очень сложных до да конечно они можно быстренько можно было совершенно верно то есть они не сложные но очень увлекательная то есть это называется звездоскоп с помощью него можно понять как на звездном небе выглядят со звезды днем соответственно все это трубка и карточки из втулочки какой-то это изготовлена да да то есть здесь любая трубка подойдет это несложно то есть ребята смогут собрать и соответственно а вот пользоваться за вот сами созвездия там такая перфорация да то есть здесь это по шаблону какому-то да то есть совершенно верно и будет предложен шаблон который можно будет самостоятельно сделать то есть здесь созвездия и где звезды должны быть проделаны отверстия карточка вкладывается и соответственно можно на свет увидеть в общем такое достаточно неприхотливое да и простое в изготовлении наглядное пособие да что называется а вообще вы уже сталкивать или сталкивались своей работе школьники а кстати возраст школьников на которые будут рассчитывать ваше мероприятие это старшие классы средние или абсолютно весь возраст на мы планируем проводить наши программы для обучающихся возраста 14 18 лет вообще запрос то чувствуете вот самих ребят кроме того что анкетирование проводили даже вот если например там по астровыездом да судить какая прослойка может молодежи приезжать молодежи особо то и не интересно в последнее время то все-таки гаджеты гаджеты и так далее или чувствуете все таки заинтересованность молодежи приезжают достаточно то есть я думаю что где-то процентов 40-50 участников поездов как раз таки молодежь выезды обычно где-то рядом с городом на ведь здесь у нас они происходят или или далековато ездите как правило мы ездим за 50 километров от кирова потому что засветка что бы не было из источников света в городских фонарей автомобильных дорог чтобы подальше от этого даже естественное было такое освещение от звездного неба исходящие что-то хотели настя добавить что-то нет так и улыбнулись я спросил куда выезжаете вас как-то это заинтересовало и к дмитрию да еще хотел обратиться дмитрий у вас то давно это увлечение именно бумажной космонавтикой и что еще кроме таких вот неприхотливых конструкций можно изготавливать вот второй еще экспонат у нас да это видимо какой-то второе что я принес это советский лунный модуль вот-вот который предполагался с луной связано да на этом корабле предполагалось садится на луну нашим космонавтом то есть в отличие от американского он уже рассчитан на одного космонавта и соответственно это напомните какой год был когда у нас планы ты были по спускаем ему модулю на естественный спутник земли не припомнил конец 60-х начало 70-х то есть испытания доходили около 72 года то есть когда уже у американцев был заканчивалась программа нас какое-то время еще продолжали этим заниматься но потом программа была закрыта несколько таких модулей было сделано их можно наблюдать в музеях но и даже три из них в виде опытных экземпляров запустили на орбиту последний из них сошел с орбиты в девяносто пятом году ну к сожалению полета так и не состоялся понятно да эпоха уже изменилась сменилась соответственно я принес сегодня именно эту модель конечно в рамках нашего проекта такую модель построить не получится потому что вот работа над этой моделью занимала несколько дней у нас будет несколько часов поэтому модели будет будут более простые помимо звездоскопа еще предполагается собрать солнечные часы портативные то есть которые можно прямо с вы понимаете да и простейшая модель спутника 3 спутник 3 напомните это он выглядит так как конус таким таким образом ну модель несложно спутник 1 это первый советский спутник да в 57 году запущены да потом еще вот это уже спутник 3 предыдущего вернее последующие уже поколения доискусственных один из последующих фальконы я не знаю не собирайте у нас есть отдельная группа называется бумажная космонавтика как раз то есть ее можно вконтакте найти и выкройки все эти увидеть то есть там вплоть до самых последних кораблей вот прямо ничего же вымерять не надо просто взял выкройку и все уже можно да то есть это свободное творчество есть люди которые этим занимаются можно сказать в прямом эфире тоже то есть даже вот недавно летел киноэкипаж даже этот вот союз уже там есть можно собрать оперативно как все происходит да то есть все это есть модели есть даже в этой группе общаются с итальянскими моделистами которые делают соответствующие модели например там идет работа над мкс собирают ее тоже из бумаги все из бумаги а вы смотрите у нас три минуты остается вот ты говоришь что вроде как возможно там современный детям современной молодежи это не интересно мне почему-то казалось что за последние годы вот в связи с расцветом там чат частные космонавтики и не за тот же самый space x virgin galactic как-то больше наоборот какой-то всплеск интерес к космосу вот вы с там с 2013 года до с моментом создания сообщества замечаете да что люди потянулись к космосу больше чем например да это тяга конечно есть и это говорит о том что и выезды большее количество человек посещает и аудитория сообщества постоянно растет поэтому да ну и попытка собственно коммерции коммерциализировать эту отрасль она тоже собственно дает но смысле к тому что если раньше ты просто мечтал полететь в космос и все ты полетал в космос да то сейчас это можно это можно построить бизнес на секундочку конечно при наличии собственно серьезных финансовых выливание в этого все дела а кстати дмитрий вот бумажная бумажная космонавтика это обязательно вот такие маленькие какие-то небольшие макетики или можно что-то большое сделать что у вас самого большого в коллекции ничего сложного в этом нет то есть берем просто выкарик и масштабируем до того размера который хочется размера умножаем конечно то есть в той группе можно найти фотографии людей которые собирают например союз в масштабе вот сейчас не скажу в точных цифрах но метра четыре наверное ракеты есть то есть например лунную ту же ракету n1 тоже метра три наверное она высотой нам звукорежиссер подсказывает что буквально не остается у нас времени уже на беседу спасибо что пришли и поделились этой информации еще раз напомню что сообщество любительской астрономии в кирове есть во вконтакте все вопросы там можно вам задавать интересоваться получать всю необходимую информацию август скоро одно из самых таких примечательных время периодов времени да вот в наблюдениях за звездным небом персеида напомню да сколько там около сотни метеоров до 100 метеоров в час 12 августа пик активности все спасибо вам большое завершаем на этом алексей сыкчин дмитрий касьянов анастасия бажина приходите еще об итогах проекта поговорим обязательно до свидания до свидания до свидания костюм это не просто часть гардероба это важная составляющая успеха он подчеркивает статус рассказывает о вкусе создает правильное впечатление поэтому вам не нужен просто костюм вам нужен костюм от марка би антони и коленский костюм индивидуального пошива премиум-класса приезжайте на карла липних ту 71 звоните 295 777 марку би антони история вашего успеха